Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Вот уже на протяжении нескольких лет проблемы алкоголизма, наркомании, токсикомании остаются наиболее актуальными. Правоохранительные органы активно борются с последствиями этих болезней, с правонарушениями в бытовой сфере, но их численность по-прежнему остается высокой. Вот в этой ситуации важна роль прокуратуры, выполняющей функцию координатора правоохранительной деятельности. Ежемесячной прокуратуры Самары на оперативных совещаниях с участием представителей правоохранительных органов, органов местного самоуправления анализируется ситуация по решению проблем в данной области. Вот какие конкретно меры осуществляются прокуратурой, я говорю сегодня, с заместителем прокурора Ленинского района города Самара Алексеем Николаевичем Шаменом. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Я приветствую вас, спасибо, что вы сегодня в студии, спасибо, что мы обсуждаем сегодня вот эту очень важную проблему. Я прошу вас рассказать, вот мы говорим о профилактике наркомании, но прежде давайте вообще опишем ситуацию, вы отвечаете за Ленинский район, какова ситуация со проблемой наркомании в Ленинском районе? Ну, я бы хотел сказать то, что современная ситуация в сфере незаконного оборота, незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку, а также безопасности государства. Согласно официальной статистике в Российской Федерации на учете стоит более 600 тысяч наркоманов. По неофициальным данным их количество в 10 раз больше. Но вместе с тем второе место по числу зарегистрированных преступлений занимают именно преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Действительно, приведенные цифры, они пугают, шокируют. В целях борьбы с наркотизацией общества государством принимаются меры к профилактике наркомании. Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение наркомании. Это снижение лиц, употребляющих наркотические средства, а также ограничение развития проблем, связанных с их употреблением. Антинаркотическая и профилактическая деятельность состоит из множества разновидных социальных мероприятий, которые реализуются федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Прослеживается определенная структура и иерархия. Именно поэтому необходимо, на мой взгляд, выделять общий и индивидуальный уровень профилактики наркомании. Профилактические мероприятия общего уровня осуществляются в отношении всего круга лиц, непосредственно всех граждан. Среди них выделяется, в первую очередь, исполнение законодательства об управлении профилактикой потребления наркотиков. С основной частью профилактики потребления наркотических средств является противодействие распространению информации о наркотических средствах. Также к мероприятиям общего уровня профилактики относятся и антинаркотическая пропаганда. Вы сейчас заговорили о профилактике. Я все-таки попрошу еще раз привести цифры по Ленинскому району. И вообще, какая есть динамика? То есть больше, меньше, либо все-таки ваша работа действительно имеет результат и наркоманов на территории Ленинского района, и также оборотов наркотических средств становится меньше? Ну, действительно, профилактические меры, принимаемые органами прокуратуры, носят положительный характер. Мы принимаем во внимание количество лиц, состоящих на учете. Их количество вновь выводных было в этом году снижено, но незначительно, с 24 до 23 соответствующих лиц. Вместе с тем на учете стоит порядка 91 человека. Ну, касаемо, если брать цифры 60 тысяч населения, да, 67 тысяч Ленинского района, казалось бы, цифра это незначительная. Небольшая, да? Но все мы прекрасно понимаем, что от ответственности наркопреступления это латентные преступления, о них не принято говорить. А даже в кругу семьи об этом не разговаривают. Да, близкие люди порой не знают, а о чем может говорить, что стоит на учете? Соответственно, соответственно... Тенденция все-таки идет к... Ну, тенденция идет к улучшению, да, принимаемые меры в целом, способствуют улучшению ситуации. Скажите мне, пожалуйста, Алексей Николаевич, а как давно вообще прокуратура занимается проблемами наркоманов и наркомании? Ну, прокуратура с самого своего создания занимается вопросом борьбы с проблемами... Незаконного оборота, да? Ну, незаконного оборота, я бы сказал, с преступностью, а наркотическая деятельность, она всегда признается преступной, и будет являться преступной. Соответственно, на постоянной основе это все мы регулируем, за этим мы наблюдаем. Хорошо. Вы начали рассказывать о том, что такое профилактика наркомании, а я попрошу вас вот наиболее подробно рассказать вообще, зачем нужна профилактика наркомании. Может быть, стоит заняться более серьезными вещами, я имею в виду, по выявлению, по конкретному нахождению преступлений, связанных с наркоманией? Ну, говоря, как вы указываете, более серьезные моменты выявления, если мы правильно подойдем к профилактике наркомании, то есть у нас, как это прописано в доктринах, нам выявлять преступление будет не у кого, потому что сформируется положительное отношение к наркотикам, к запрещенному виду. Люди не будут желать их потребить, приобрести, и, соответственно, эта проблема сведется на нет. Соответственно, работа по профилактике, она очень важна, в том числе и мероприятия, которые мы формируем и воплощаем в жизнь среди несовершеннолетних и молодежи. Вы знаете, в медицине есть такой термин – лучшее лечение заболеваний этого профилактика. И вот вы сейчас своим ответом это подтвердили, ну, а я хочу вас спросить, скажите, а изменилось ли в обществе сейчас вообще отношение к наркоманам и к наркомании? Ну, на мой взгляд, учитывая то, что мы не видим, как это было в 90-х людей в подъездах, употребляющих наркотические средства, делающих себе инъекции, людей, которые стоят на наркотическом опьянении, в любом случае принимаемые государством меры, они носят положительный характер. И это всему способствует именно система, а также и стратегия государственной наркотической политики в Российской Федерации, которая реализуется, принимается каждое десятилетие. Хорошо. Какие вот как раз реализуются меры профилактики и в раннем проявлении вот именно этой проблемы употребления наркотических средств, ну и, конечно, незаконного оборота? Вот первые шаги, какие вы делаете в искоренении этой проблемы? Вот как раз мы вернемся к общему уровню профилактики и наркомании. Подразумевает себя в том числе и антинаркотическая пропаганда. То есть, уполномоченные органы, начиная от сотрудников образовательных учреждений, органов полиции, прокуратуры, на системной основе осуществляют разъяснение законодательства в школах, в средствах массовой информации. Действуют комиссии по делам несовершеннолетних, которые разбирают данные нарушения, уже допущенные. Соответственно, отсюда начинается, можно сказать, с детского сада проведение вот этих вот разъяснительных мероприятий. В целом мы считаем о том, что это дает положительный результат и эффект. И, соответственно, работа в данном направлении будет продолжаться. То есть, вы хотите сказать, что сотрудники ходят по школам, по СУЗам, по ВУЗам, проводят просветительскую работу среди молодежи. Ну, а вот все-таки принимают ли участие иные органы в профилактике наркомании? Или, может быть, вы вместе, совместно ведете работу, как я сказала в начале? И вот насколько важно вот эта совместная работа, совместное сотрудничество органов, направленных против все-таки наркотиков? Ну да, как я указал уже ранее о том, что и сотрудники полиции, сотрудники ФСБ в этом задействованы, сотрудники прокуратуры, образовательные учреждения, органы здравоохранения. Это комплексная работа. Это обмен информацией о лицах, это проведение совместных мероприятий. К примеру, вот могу рассказать о том, что на территории органов прокуратуры совместно с подразделениями по борьбе наркотиков в отделах полиции проводятся рейды по ночным клубам, где проводится, где скапливается молодежь в целях пресечения потребления. Эти мероприятия, я считаю, эффективны. По результатам мы выявляем лиц, которые находятся в состоянии наркотического опьянения. Мы в отношении них реагируем. Соответственно, они привлекаются к административной ответственности. Нередки случаи, когда не в образовательных учреждениях, а в веселительных мероприятиях, после проведения данных мероприятий на полу, обнаруживаются свертки с наркотическими средствами. Незамедлительно принимаются решения о возбуждении уголовных дел по фактам сбыта данных наркотических средств. А вот давайте здесь поподробнее. Вы привели вот такой пример по рейдам. Если, допустим, вот обнаружен такой подросток в наркотическом опьянении, что будет дальше? То есть узнает ли семья, узнает ли школа, училище, вуз и так далее? И что вообще сейчас, какое наказание грозит за употребление наркотиков? Если даже тебя поймали один раз? Ну, даже если вас к неопределенному кругу лица грозит административное наказание. В том случае, если размер наркотического средства не будет превышать, для каждого вида он отдельный, соответственно, да. Если он не переходит уже в уголовную вставляющую, это будет административное наказание в виде штрафа. Также предусмотрен административный арест. Соответственно, суд может назначить и возложить обязанность пройти медико-социальную реабилитацию, а также пройти лечение наркомании. Опять же, неисполнение судебных решений в части прохождения лечения наркомании будет последующим предметом судебного разбирательства в части привлечения к административной ответственности за ее непрохождение. Алексей Николаевич, узнает ли общественность о таких деяниях, как употребление наркотиков? Я здесь имею в виду, конечно, родителей и школьные учебные заведения. Ну, в случае, если будет установлено лицо, и мы поймем, что это несовершеннолетний однозначно, данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних. Лицо будет привлечено к административной ответственности, родители несовершеннолетнего также будут привлечены к ответственности, установленной законом. Ну, к административной. Опять же, мы разговариваем именно про кодекс административных правонарушений. Потому что есть грань между административным наказанием и, как бы у нас самым серьезным считается, это уголовная ответственность. Вот. Соответственно, в случае, если привлечение лица в уголовную ответственность, об этом узнают, разумеется, все. Скажите, пожалуйста, куда следует обращаться к гражданам, если, вот, к примеру, стали известны факты продажи наркотических средств или психотропных средств, сведения о лицах, осуществляющих продажу наркотиков. Ну, вот, если такая информация есть, к примеру, у соседей, и стоит ли, как вы считаете, реагировать вообще вот на такие вещи? Не оставаться равнодушным? Ну, я хотел бы убедительно, утвердительно ответить на этот вопрос. Если вам известно о незаконном обороте наркотических средств, вы об этом должны сообщить. Вы поможете государству, вы поможете себе, потому что вокруг вас это происходит. Куда стоит обращаться? В случае, если вам стало известно, реализация наркотических средств, их потребление систематическим у кого, кем-то у себя дома. Те же самые закладки, мы видим то, что, как мы думаем, ищут люди под окнами. Надо незамедлительно позвонить 02-112, набрать и сообщить о данном преступлении. Кроме того, ваше сообщение о преступлении примет любой территориальный пункт отдела полиции на территории города Самары. А данные, сведения о данных нарушениях порядка можно сообщить в прокуратуру Самарской области на горячую линию. Сейчас развита очень система информационный интернет. Есть общественные приемные на официальных сайтах ГУ МВД России в Самарской области. На сайте прокуратуры Самарской области вы можете оставить любое сообщение о преступлениях, о нарушениях, случившихся в ваших правах или в отношении вас. Это в настоящее время, я думаю, очень удобно, с учетом того, что происходят у нас эти антиковидные ограничения. Поэтому в случае, если вам известна информация о причастности лиц к незаконным оборотам наркотических средств, мы просим вас обращаться в органы полиции и прокуратуру. Алексей Николаевич, а вот что может насторожить жителей и быть сигналом для того, что в доме, либо во дворе, либо в школе происходит нарушение закона и как раз распространение наркотиков? Потому что учителя достаточно часто сигнализируют, даже на родительских собраниях, родители, обратите внимание на поведение своего ребенка. Я не исключаю такие случаи, что и в школах, в СУЗах, в ВУЗах может быть возможно распространение наркотиков. Что делать? На что обратить внимание и как реагировать в таких случаях? То есть это все-таки путь в прокуратуру? Ну, это не всегда путь в прокуратуру. Есть, я опять же говорю, компетентные органы, которые занимают эти органы полиции, выявляют соответствующие преступления. Вот. Само появление ребенка в неадекватном состоянии. Ну, все мы прекрасно знаем своих детей и сами знаем, какое состояние будет у него неадекватным. Опять же, его позднее появление дома, когда, допустим, время прихождения дома ограничено 10 часами или 8 часов вечера, да, ребенок приходит позже. Опять же, в последующем, уже более до поздней стадии, когда началось активное потребление наркотическими средствами, это будет свидетельствовать и хищение общего имущества членов семьи. Соответственно, данные ситуации должны быть, реакция родителей на данные вещи должна быть адекватной, вплоть до обращения в соответствующие специализированные учреждения, в том числе и здравоохранения. В настоящее время нет никакой проблемы отвезти ребенка своего, в том числе и попросить его пройти, сдать тест на наркотики, на потребление наркотических средств. Ну, уже от этого можно отталкиваться будет. Но это как один из вариантов действия, потому что способов бесконечное множество. Да. Хорошо. Что происходит сейчас именно с подростковой наркопреступностью, если мы говорим о городе Самара, ну и, конечно, о Ленинском районе? За город Самара, мне трудно об этом говорить, но на территории Ленинского района ни одного преступления о сфере незаконного оборота наркотических средств несовершеннолетними не совершалось в 2021 году. Да. У нас со стороны, как координаторы деятельности правоохранительных органов, они дают положительный результат. Хорошо. Ну, а вот все-таки какие тенденции, если мы сейчас говорим о современной наркоситуации, вызывают все-таки наибольшую беспокойность, если я сейчас говорю с вами, с представителями прокуратуры? Озабоченность вызывает с точки зрения установления лиц, причастных к незаконным оборотам. Это то, что продажа, реализация, пропаганда антиобщественного образа жизни вышла в просторы интернета, где нету почти никаких правил игры. Действительно, мы, как орган прокуратуры, с своей стороны, на постоянной основе анализируем, просматриваем сеть интернет, устанавливаем запрещенную информацию. В случае, когда мы устанавливаем запрещенную информацию, в том числе не только связанную с наркотическими средствами, мы предпринимаем меры к блокировке соответствующих ресурсов, где распространяются сведения о наркотических средствах, пропаганде наркопотребления. Подготавливаются исковые заявления в суд, как я уже пояснил, и направляются потом на основании судебного решения, Роскомнадзором принимаются решения к блокировке соответствующего ресурса. То есть ваши сотрудники проводят работу еще и в информационном поле, выявляя тем самым вот такие нарушения. Но вот скажите, пожалуйста, сколько сотрудников сейчас трудится в отделе? Хватает ли сил для того, чтобы реагировать, вот, к примеру, даже и на такие сигналы и проводить, конечно, профилактическую работу, о которой мы сегодня с вами говорили? — Состав прокуратуры Ленинского района составляет 12 оперативных работников. Прокуратура задействована, мы прекрасно знаем, во всех сферах общественной жизни. На мой взгляд, на мой взгляд, для решения, поставленных руководством области перед нами задач, количества сотрудников является достаточным. — Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот какие еще меры профилактики производите лично вы, ваш отдел прокуратуры Ленинского района, вот именно направленные на выявление наркоманов и вообще этой проблемы? — Ну, как я уже ранее пояснил о том, что нет сферы, где бы прокуратура не принимала свое участие, где бы не защищала права и законные интересы граждан, юридических лиц. Также при профилактике наркомании прокуратурой реализуется комплекс определенных мер. В первую очередь прокуратура осуществляет надзор за исполнением федерального законодательства, органами исполнительной власти, органами мест управления, учреждениями профилактики и их должностными лицами при профилактике немедицинского потребления наркотических средств. Мы осуществляем надзор за исполнением законов об охране здоровья и жизни в части качества и полноты оказываемых медицинских услуг по лечению от наркотической зависимости, формированию профилактических учетов потребителей наркотических средств. Прокуратурой района, как я указывал уже на постоянной основе, анализируются сведения, содержащиеся сети интернет с принятием соответствующих мер реагирования. Мы принимаем участие в пропаганде здорового образа жизни в ряде потребления наркотических средств. Это выступление перед учащимися в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, а также в средствах массовой информации. Кроме того, реализуются совместные мероприятия, совместно с сотрудниками полиции, районной администрации, со школами, с образовательными учреждениями высшего образования. Соответственно, в ходе которых разъясняется о вреде потребления наркотических средств. Кроме того, органами прокуратуры принимаются непосредственно уже и меры административного воздействия. А вот если все-таки к вам обратились граждане с каким-то заявлением, я имею в виду по этой теме, в этой области о нарушении прав граждан, скажите, вообще, насколько быстро реагируют прокуратуры на такие обращения? То есть, чего ждать человеку в ответ? Письменного какого-то разъяснения, либо, может быть, приглашения за разъяснением, либо ждать конкретных действий, что права человека будут установлены? В целях оперативного воздействия законам определен срок рассмотрения обращения. В федеральном законном прокуратуре он составляет 30 дней календарных. Но в случае значимости вопроса, поскольку это сообщение о совершении преступления, которое должно регистрироваться и получать ход незамедлительно, прокуратуры принимаются меры к регистрации данного сообщения непосредственно уже у себя в соответствующих книгах и журналах. В последующем данную информацию мы незамедлительно передаем в органы внутренних дел для своевременной отработки, потому что, как мы знаем, вопрос уже непосредственно выявления наркопреступления, в данном случае мы про них же говорим, требует незамедлительного вмешательства. Хорошо. А какими способами еще вы общаетесь с населением? Вот насколько важна эта работа? Если мы сейчас завершаем с вами разговор о нашей сегодня заявленной теме, скажите, какие все-таки главные действия осуществляет прокуратура по борьбе с наркоманами и незаконным оборотом наркотиков? В соответствии с действующим законодательством прокуратура осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, в том числе и наркопреступлениями, как мы их называем. Соответствующие действия заключаются в принятии соответствующих решений, которые исполняются правоохранительными органами, в данном случае отделом полиции номер 5, это курирует вопросы Ленинского района. Прорабатываются задачи, которые однозначно способствуют улучшению ситуации в данном направлении. Спасибо вам большое за ваши ценные ответы, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, ну а если столкнулись с такой проблемой вы и вы живете в Ленинском районе, то я уверена, вы знаете, куда обращаться. Спасибо, это была программа «Прокурор в теме». Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин